Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня представляю вам видеообзор повести Владимира Орешкина «Нина. Одинокий бегун». Это короткая повесть, примерно где-то на 60-65 страниц текста. Она рассказывает о будущем. Это фантастическая повесть, и в этой фантастической повести, в этом мире, о котором рассказывает автор, есть специальная машина. Каждый человек, который закончил школу в 17 или 18 лет, обязан пройти тест на этой машине. И после того, как этот тест сдан, машина выставляет баллы от 1 до 200. И в зависимости от того, какие баллы получил человек, его распределяют на обучение, дальнейшее обучение. То есть те, кто получил от 180 до 200 баллов, то есть высокий балл, те в перспективе могут занимать высокие, самые высшие руководящие должности, то есть руководить планетой, быть в составе Совета Объединенных Планет и решать судьбы мира. И других людей. Те, кто сдал, допустим, на баллы от 160 до 180, те тоже получают хорошие шансы в жизни. Они становятся инженерами, учеными, экономистами и так далее. То есть те, кто, скажем так, они являются помощниками той высшей касте руководителей, которые люди, которые получили от 180 до 200 баллов. И так далее. То есть те, кто получает, допустим, 1, 2, 3 балла, для них тоже есть работа. Простая работа, допустим, дворником, слесарем и так далее. То есть работа, которая не требует каких-то больших умственных или душевных способностей. И вот главный герой, Нино, он сдает тест, и машина очень-очень долго думает. Она думает намного дольше, чем с другими людьми. И выдает такой ответ, зайдите еще раз. Проходит какое-то время, и Нина снова вызывает на сдачу теста, поскольку он в первый раз не сдал. Он снова сдает, и машина опять очень долго думает и выдает очень странный результат. Она выдает 0 баллов. Комиссия, которая принимает эти тесты, говорит главному герою, что такое уже было в прошлые годы. Но такое бывает очень редко. Но такие случаи бывали, и мы не знаем, что делать с такими людьми. Поэтому мы тебя отпускаем на все четыре стороны. Ты можешь идти. Он говорит, как идти, куда идти. Они говорят, да, куда хочешь, занимайся чем хочешь. Потому что мы не знаем, чему тебя учить, какой профессии тебя обучать и так далее. То есть ты свободен делать все, что ты хочешь. Вот тебе твои документы, пожалуйста. Ты свободен. И он начинает путешествовать. Каким-то образом он раздобывает билет на космический корабль, подделывает, находит какие-то поддельные документы, находит сертификат о том, что он является каким-то угледобытчиком на других планетах. У него есть сертификат управления транспортом на других планетах для горной добычи. И он уходит, улетает на горную добычу на спутнике Сатурна. Там что-то добывают. Я сейчас точно уже не помню. Он прибывает в эту колонию и поступает на работу. Начинает работать. В шахте, в забое, под поддельным документом. Потому что по условиям того мира, если у человека ноль, то его нигде на какую работу обязаны не брать. И он занимается, он ходит на эту работу, и в какой-то момент ему становится скучно. Он снова находит поддельные документы и отправляется в другое место. И так он путешествует по планетам. И в какой-то момент ему становится очень скучно, и он возвращается обратно на землю. Он прилетает на землю. Опять он находит какие-то поддельные документы. И он чувствует, что за ним идет охота. За ним кто-то следит. И он забирается в фургон, где находятся свиньи. То есть он едет в фургоне со свиньями. И тут этот фургон останавливают. Он слышит какие-то голоса. В фургоне открывается дверь. И входит мужчина, одетый в исключительного качества ткани костюм. Исключительного качества туфли. И вокруг него еще некоторые люди. И этот Нина понимает, что эти люди, это его подчиненные, вот этого человека. И они выводят этого Нина на свежий воздух, где-то в поле. И Нина спрашивает, а в чем собственно дело? Почему за мной такая охота? И вот этот главный говорит, мы без вас не можем. Мы на пороге кризиса. Мы не можем решить мировые проблемы. И только вы сможете нам помочь. Нина вообще просто удивлен, как он может помочь. И вот этот главный говорит, что у меня 200 баллов. И я вхожу в совет объединенных планет. И у нас есть верховный правитель. Ну так вот, этот, как вам уже, наверное, известно, говорит этот главный, что только лишь несколько человек, с того момента, как машина была создана, только несколько человек получили 0 баллов. И один из этих людей сейчас жив, и он является председателем Совета Объединенных Планет. И ему нужна ваша помощь, потому что он один не справляется. И мы приглашаем вас в помощники нашему самому главному управленцу. И тут читатели уже понимают, что все становится на места, что вот эти нулевики, которые, они действительно, им действительно ничему учить не надо. Потому что им, от них очень важно другое. У них чистый мозг, чистый разум. И именно такой чистый разум помогает управлять вот этими огромными планетами, управлять содружеством этих объединенных планет и так далее. О, это очень краткий пересказ этой книги, это спойлер, да, я согласен. И без этого не обойтись. Почему? Вопрос зададим такой. А почему? Что случилось в мире, о котором описывает автор? Что потребовалось необходимость создания такой машины, распределяющей? А, важно отметить, что эта повесть была опубликована в 1991 году. Потому что мы знаем другой рассказ, где есть распределяющая шляпа, но он был опубликован в конце 90-х годов, в первая часть этого рассказа. Поэтому Владимир Орешкин был немножечко раньше. А еще раньше был Роберт Шекли, который в одном из своих фантастических рассказов нам рассказал про машину, которая сдает ответы на все вопросы. Это Роберт Шекли «Верный вопрос». Может быть, потом когда-нибудь я сделаю обзор и на эту книгу. И возвращаясь к Нино «Одинокий бегун» Владимира Орешкина. Что произошло в том мире, что потребовалось создание такой машины, которая распределяет людей на работу, которая распределяет людей на обучение и так далее. Возможно, это произошло после какого-то общемирового кризиса, серьезного кризиса, когда это безработица, это безденежье, это когда люди не могли найти себе работу, даже талантливые люди. И потребовалось как-то уравновесить образование, работу, интересы людей. Соответственно, благодаря развитию информационной технологии, которую мы уже сейчас видим, что есть машинное обучение, есть нейронные сети, есть сбор, анализ данных и так далее. То есть, возможно, что предыдущая цивилизация, ну, опять же, в кавычках, предыдущая цивилизация оставила цивилизации, которая описывается в книге, такую машину созданную, которая собирает, аккумулирует много информации, потом ее анализирует. Может быть, даже-то она работает, на принципе, нейронных сетей. Может быть, это квантовый компьютер. Но благодаря этой машине у всех есть работа. И все понимают, что машина справедлива. Да, что если человек, допустим, получил 50 баллов, он работает на справедливой работе. Да, у него есть какие-то в течение жизни возможности подняться, допустим, на ступеньку выше, на полступеньки выше. А есть люди, которые талантливые, в которых 180 баллов, 190 баллов, 200 баллов, которые уже изначально готовы к управлению, уже у себя внутри имеют тот потенциал, который можно развить обучением в дальнейшем. И этот потенциал потом использовать для управления планетами. А есть люди-нулевики, которых очень мало, которые появляются раз в 30 лет или раз в 50 лет, но которые обладают чистым разумом. И только лишь они способны управлять всем. То есть быть во главе Совета Объединенных Планет. Вот такая книга. Еще раз напомню, она была выпущена, не знаю, когда написана, выпущена в 1991 году. Спасибо вам за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, поставьте все уведомления на колокольчике. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.